Здравствуйте, я Ольга Крамская в эфире программа о законах, регламентирующих нашу жизнь. В начале нашего выпуска, как обычно, представляем вашему вниманию обзор законодательных инициатив и новых законов, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. Новый документ может стать частью нацпроекта «Демография». Экспертный совет при правительстве предложил установить лимит – не более 50 магазинов на 100 тысяч человек. Сейчас на такое же количество людей приходится около 120 магазинов. Авторы инициативы также предлагают повысить акцизы на табачные изделия и алкогольные напитки, а значит и увеличить цену на эти товары для населения. Кроме того, предложено расширить список мест, недоступных для курения. В частности, планируется запретить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. Ограничения, действующие по отношению к обычным сигаретам, могут также распространить и на электронные средства доставки никотина. Инициаторы уточнили, что ограничения точек продаж спиртных и табачных изделий уже есть в скандинавских странах, некоторых штатах США и Австралии. И статистика показывает, там, где введено такое правило, не только снижаются объемы потребления алкоголя и табака, но и отмечаются низкие показатели подростковой преступности и травматичности на дорогах. Внесены изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Согласно внесенным изменениям, с 1 января 2019 года это право предоставляется и педагогическим работникам, которые будут участвовать в подготовке и проведении основного государственного экзамена и иных формах государственной итоговой аттестации. Ранее такое положение закона было прописано только для учителей, участвующих в проведении единого государственного экзамена. Теперь денежные компенсации станут получать и педагоги, отвечающие за аттестацию учеников девятых классов. Депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. С 2021 года для получения субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ гражданам не нужно будет преодолевать бюрократическую волокиту. Госдума единогласно приняла закон, освобождающий россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов. Отметим, что именно из-за этой необходимости бегать по инстанциям за бумагами у граждан, которые имеют право на господдержку, были сложности с ее получением. Теперь проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган. Прежде всего изменения касаются малообеспеченных граждан, многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров. Есть случаи, когда граждане лишались права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные сведения об имеющихся долгах. Данная инициатива направлена на восстановление социальной справедливости. Вступление закона в силу планируется с 1 января 2021 года. Задержка связана с тем, что для проверки наличия долгов используется государственная информационная система ЖКХ, и на ее донастройку понадобится время. Напомним, что ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидий на оплату капитального ремонта. В водительские права и свидетельства о регистрации россиян встроят микрочипы. Такое изменение будет регламентировано приказом МВД. Отмечается, что новые права будут соответствовать требованиям к национальному водительскому удостоверению, предусмотренным Конвенцией о дорожном движении 1968 года. Еще одно предполагаемое важное новшество – название документов на трех языках – русском, английском и французском, что должно помочь водителям при автопутешествиях за границу. Госпошлина составит, соответственно, 3 и 1,5 тысячи рублей. При этом права, которые были выданы водителям ранее, будут действовать вплоть до окончания срока действия. Ужесточено наказание за кражу денег с банковских карт. Президент подписал закон, которым ужесточается наказание за киберворовство. В частности, норма позволяет кредитным организациям на два дня блокировать электронные переводы денег и банковские карты, если возникают подозрения, что деньги воруются. Если кредитная организация предполагает хищение, она будет должна тут же позвонить клиенту, физическому лицу, или написать ему письмо по электронной почте, а с юрлицом связаться способом, предусмотренным договором с ним. Если же клиент даст разрешение на денежный перевод, он будет сразу выполнен. Впервые за всю историю в поселке Хвойное открыт памятник герою Советского Союза, земляку, погибшему на полях сражений Великой Отечественной войны, Алексею Макаровичу Денисову. Торжественное событие произошло на этой неделе. Бюст героя установили у стен школы, которая уже больше полувека с гордостью носит его имя. А ученики – почетное звание Денисовцев. 50 лет назад дети 60-х годов начали творить историю нашей школы. И они добивались того, чтобы школе было присвоено звание Героя Советского Союза. И 28 октября 1963 года, ровно 50 лет назад, в школе было присвоено звание Героя Советского Союза. Дети тех лет сделали немало. Они действительно были первыми. Были первыми в учебе, были первыми в спортивных соревнованиях, в олимпиадах. Учителя немало старались для того, чтобы дети действительно были патриотами. Денисовцы и сейчас, впервые садясь за школьные парты, будучи семилетними малышами, уже наизусть знают историю подвига Алексея Макаровича Денисова. Сохранение памяти о нем здесь – не пустой звук, а настоящий самоотверженный труд, который проделывают, сменяя друг друга целые поколения учеников. В школьном музее бережно хранится наградной лист комсорга Денисова, которому было всего 19 лет, когда он впервые взял в руки оружие и решил до последнего громить врага. В документе, который каждый денисовец перечитывал по многу раз, описаны события от 19 сентября 1943 года. Шла битва за деревню Анновка, которая была ключом к столь нужной Красной армии переправить через Днепр. В траншеях перед деревней батальон Денисова ждали фашисты, но откладывать контратаку было нельзя. Денисов поднял бойцов возгласом «Вперед за родину!», бил врага гранатами и огнем из ППШ. В этом сражении Алексей Денисов получил смертельное ранение. Ему был всего 21 год. Войны начинаются внезапно, ходит по границе тишина, а потом обвал, и сразу пятна красные. И вот она, война. Вот она, кремучая, шальная, вся в лоскутиях дыма и огня, землю под железо подминая, целится в тебя или в меня. По те годы порой казалось, что мир детства навек опустел, что не вернется радость в город, где дома без стен. Открытый в хвойный бюст – не первый памятник Алексею Макаровичу. Еще один был установлен еще в советское время на его малой родине, неподалеку от деревеньки Зихнова. И тогда и сейчас скульпторам, конечно, приходилось ориентироваться на фото героя. Но создателю первого бюста все же повезло больше, ведь у него была живая модель, племянник прославленного комсорга Денисова, семиклассник Юра Краснобаев. Я учился в ПИСИ в средней школе. И приехали корреспонденты. Решили тоже, также благодаря администрации Хвойнского района решили поставить памятник Алексею Макаровичу. И меня фотографировали со всех ракурсов, потому что я в то время был на него похож. Вот этот памятник. Так что и половину с фотографий, и половину с меня. Вот получился такой нормальный портрет. Юрий Валентинович и его родная сестра о своем родственнике героя больше знают, конечно, со слов родителей и из немногочисленных документов и коротких писем с фронта. Но с самого детства Алексей Макарович для них был ориентиром и образцом для подражания. В воспоминаниях родных он остался юным, озорным подростком. Был таким легким человеком. Легким на учебу, легким на все занятия. Ну и такой склад у него был. Может рассмешить весь класс. И класс срывает урок, оказывается. Настоящим кумиром Алексей Макарович Денисов остается и для нынешних школьников, таких же озорных и юных. Его имя они носят с гордостью, и каждый год старшеклассники на его родине рядом с тем самым первым бюстом принимают в Денисовце первоклашек. Это одна из множества красивых традиций, которые школа соблюдает на протяжении десятилетий. Я думаю, что традиция посещения родины Денисова, она у школы не исчезнет. Они обязательно либо по ходам, либо поездки будут делать ребята именно на родину Денисова. Но вот такое торжественное событие, как прием в Денисовцы, теперь уже, конечно, можно будет сделать буквально рядом со школой. На фоне современного бюста. И хочется, конечно, большое спасибо сказать за то, что он появился военно-историческому обществу, нашему российскому, потому что все работы по изготовлению бюста, по доставке были выполнены именно военно-историческим обществом. Теперь дело за хвойницами. Глава района Светлана Новоселова уверена, что уже весной рядом с бюстом появится чистый благоустроенный сквер памяти. При поддержке районной администрации школьники посадят деревья, разобьют клумбы. Лешенька, тебе цветы. Здесь можно будет отдохнуть во время перемен и после занятий вместе с одноклассниками подготовиться к контрольной работе или экзамену. Учителя же получат возможность проводить уроки патриотического воспитания на свежем воздухе рядом с бюстом своего коллеги-педагога, героя Советского Союза. Конечно, сегодня было замечательное мероприятие, открытие бюста Денисову Алексею Макаровичу. Человеку-педагогу, который занимался очень имидной профессией, учил детей, был директором школы в совсем юном возрасте, только окончил Боровическое педагогическое училище, руководил начальной школой. И ничто не предвещало какой-то беды. Конечно, человек очень хотел и любить, и быть любимым, и семья, чтобы была, и мирное голубое небо. И, конечно, были замечательные годы его юности. И, как сегодня сказал один школьник на линейке, внезапно началась война. И вот она перечеркнула до и после, как и многие судьбы наших людей, наших новгородцев, которые отдали свою жизнь за свою родину. И вот этот удивительный человек тоже отдал свою жизнь. 21 год он погиб. И вот сегодня бюст его открыли в школе. В школе, названной его именем. В школе, где детей зовут Денисовцы. И, вы знаете, это такое красивое название. Я сегодня просто смотрела на лица этих ребятишек, и когда их говорят Денисовцы вперед, Денисовцы молодцы, Денисовцы первые. Вы знаете, у них вот на лицах просто улыбки, глаза сияют. И потом вот урок патриотизма, который я проводила в старших классах, говорят о том, что там очень открытые дети. Очень открытые, очень хорошие. Я искренне верю, что они будут достойными гражданами нашей страны. Общение с ними, с будущим поколением, всегда дает такой вот, знаете, заряд бодрости, я бы сказала, и заряд того, что мы действительно живем для них. Вот для них, для молодого поколения. Кстати, в следующем году в одном из самых чистых и ухоженных уголков Новгородчины в Хвонинском районе может появиться и еще одно место отдыха, помимо уже названного сквера во дворе школы номер один. Местное ветеранское объединение уже который год мечтает разбить на территории школы села Левоча красивый сад с плодовыми деревьями. Во-первых, это и для нас хорошо, ветеранов, и для молодежи. У нас будет связь поколений. Можно будет в этом саду и экскурсии организовывать для детей. Я вот помню, когда еще сама в школе училась, здесь же тоже в Хвонинском районе, только в Кушавере, и там у нас был присадебный участок при школе, питомник был, да, и мы на этих участках тоже и выращивали, и ягоды, и у нас и кусты, и яблони были. Инициаторы проекта уверены, что участие детей в уходе за садом поможет в профориентационной работе. Возможно, кому-то из них понравится труд на земле. А главное, что для ребят, выбравших аграрную специальность, на малой родине обязательно найдется работа. Сельское хозяйство в войной в приоритете. Лидеры ветеранского движения обратились к председателю областной думы Елене Писаревой за помощью в приобретении саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Реализацию проекта спикер взяла под свой контроль и намерена лично поучаствовать в субботнике, когда саженцы смогут занять свои места в будущем саду. Очень красивая инициатива, которую сейчас сделало ветеранское движение Ходнинского муниципального района. Это разбивка плодово-ягодного сада в Кабурском поселении. Но это проблема на будущее, на весну. Не то, что проблема, а инициатива такая, в которой, конечно же, буду принимать участие. И, соответственно, в мае месяце, я думаю, что здесь, в Ходнинском районе зацветет сад. С еще одним вопросом на прием к председателю регионального парламента обратилась директор детского противотуберкулезного санатория «Хвойное». Несколько лет назад Елена Писарева взяла шефство над этим учреждением. Оно постоянно испытывает материальные трудности в связи с нехваткой финансирования. При этом такой санаторий, выполняющий профилактическое лечение детей, находящихся в группе риска по туберкулезу, в регионе единственный. В этот раз проблема возникла с линией электропередач. Она находится в практически аварийном состоянии. Регулярно происходят обрывы кабелей под напряжением. А это мало того, что мешает учреждению нормально функционировать, но и естественно представляет опасность для его обитателей. Хвойнинские электрики, конечно, незамедлительно приходят на помощь, но это не отменяет острые нужды в замене многострадальной линии. Елена Писарева совместно с районными депутатами планирует поставить этот вопрос перед финансовым блоком правительства области в процессе формирования бюджета на следующий год. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами в следующий четверг в 19.40. Будьте здоровы, берегите себя и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин